Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре, который посвящен достаточно сложной теме по закрытию месяца. Вести вебинар буду я, Галина Гардышева, консультант-аналитик компании Кодерлайн. Программа нашего вебинара, вы видите ее на экране. Рассчитано на то, что мы с вами акцентируем внимание на нововведениях, которые в этом году пришлось применять и перенастраивать. Ну и соответственно всем сопутствующим этому изменениям, дополнениям, на что нужно смотреть внимательно и так далее. Построен наш вебинар будет сегодня следующим образом. Некоторые, так сказать, нормативные аспекты я покажу вам на слайде, а потом мы на примере живой, так сказать, программы бухгалтерии, один из бухгалтерии проф. Будем рассматривать уже конкретные действия, которые надо предпринимать в связи с закрытием месяца. Хочу вам напомнить такую вещь, что в бухгалтерии есть несколько вариаций, так сказать. То есть есть бухгалтерия базовая версия, есть бухгалтерия проф и есть бухгалтерия корп. Отличаются они достаточно сильно. Например, в бухгалтерии проф мы можем делать все операции, вести несколько предприятий и, соответственно, делать какие-то дополнительные доработки. Бухгалтерия корп рассчитана на то, что в ней ведется тоже мультифирменный учет, но есть возможность работы с госконтрактами очень комфортная. Есть дополнительные возможности. И, соответственно, самое основное – это возможность работать с филиалами, с обособленными подразделениями, которые могут быть и выделены, и не выделены на отдельный баланс. То есть различие между программами, между конфигурациями достаточно ощутительное. Мы выбрали проф, потому что в ней максимальное количество функций, которые есть во всех конфигурациях. Ну и, собственно говоря, что я хотела в первую очередь сказать, то, что при закрытии месяца обычно выявляются какие-то ошибки. Ошибки связаны в основном чаще всего с тем, что это либо неправильно заданы первоначальные настройки, либо не включены использование каких-либо функций. То есть то, что необходимо изменить в настройках, а не в конкретных документах. Вот сегодня мы на этом и остановимся. Ну, собственно говоря, первое, с чего хотелось бы начать, что в бухгалтерии закрытие месяца и начисление налогов производится автоматически. То есть при правильных настройках, при закрытии месяца мы запускаем помощник, который практически пошагово закрывает все нужные разделы, и можно какой-то конкретный шаг либо отменить, либо перепровести. Ну, то есть существуют нюансы, которые нужно посмотреть. И, соответственно, это раздел меню, где это можно сделать, это настройки. Меню главное – настройки налоги и отчета. Ну, это, так сказать, очень коротко и декларативно. Сейчас мы к этому подойдем поподробнее. Ну, во-первых, что касается новинок. В этом году у бухгалтеров были как обязательные новинки, которые должны применяться априори, так и те, которые могут быть на добровольной основе. Я имею в виду положение ПБУ, точнее не ПБУ, а ФСБУ, которые были приняты. Например, ФСБУ 5 дробь 2019 – это ФСБУ, которое касается запасов и которое в обязательном порядке должно применяться с 2021 года. То есть до этого его могли применять на добровольной основе с 2021 года. Это обязательное положение. Положение УФСБУ, то есть это федеральный стандарт бухгалтерского учета. Достаточно интересный документ, и он вводит новые понятия. Новое понятие запасов и новое понятие в отношении основных средств. То есть появилось понятие малоценные основные средства. И, соответственно, в состав запасов входит теперь немножко отличные от привычных бухгалтеран, особенно с большим стажем, понятие. Что же у нас здесь такое существует? Ну, во-первых, исключение из тех, кто имеет право его применять или не применять – это, ну, во-первых, бюджетные компании его могут не применять. И малые предприятия, которые попадают под определение, ну, либо микро, либо которые имеют право вести учет упрощенными способами. Вот в этом случае бюджетные компании и малые предприятия могут выбирать, что им применять, а что им не применять. Для всех остальных это, к сожалению, обязательная процедура. Ну и, собственно говоря, вот сейчас вы на экране видите то, что по новому стандарту ФСБУ 5.2019 теперь входит в состав запасов. Ну, то есть это так же, как было и раньше, сырье, материалы, топливо, то есть десятый счет, малоценные инструменты, инвентарь, спецодежда и спецоснастка – это тоже десятый счет в большинстве случаев. Готовая продукция и товары, предназначенные для продажи. Новшество. Сюда вошло незавершенное производство. Раньше незавершенное производство в состав запасов не относилось. Ну, соответственно, объекты имущества так же были, как и в предыдущих документах. И объекты интеллектуальной собственности, которые предназначены для продажи в последующем. То есть не для собственного использования, а для продажи. Графически можно представить еще вот такую вещь. То есть кроме того, что изменился состав запасов, необходимо было еще и предусмотреть, что будет входить в состав прямых и косвенных затрат. Вот это уже изменения, которые касаются учетной политики. Потому что изменилось именно отражение этих вещей. Вот так вот сделаем. Значит, не вошли в состав запасов скидки по продажам. Извините, не совсем правильно сформулировала. На экране вы сейчас видите перечень, что для отдельных категорий предприятий является важным для признания запасов. И второе. Кого бы в большем, так сказать, объеме затронули вот эти изменения, которые касаются ФСБУ. То есть если предприятие занимается импортом товаров, материалов, ну то есть завозит что-то из-за границы, то есть является импортером, в этом случае для них достаточно многое изменилось. Но кроме того, что изменилось, необходимо было предусмотреть и фиксацию стартовых запасов, которые были на предприятии. Ну и основное, конечно, закрепить способ перехода. То есть вы видите, что здесь выделены перспективный и ретроспективный. Ну, в принципе, это достаточно привычные понятия, когда при аудите или при выявлении ошибок, например, у нас закреплено в учетной политике, что это ретроспективный способ. То есть, соответственно, это изменяются данные прошлых периодов, вносятся туда корректировки. Или перспективный, то есть когда уже текущим периодом исправляются какие-то вещи. Значит, в учетной политике нам нужно было закрепить, какой из этих способов мы будем применять. И после этого уже, что изменилось в составе затраты, кого это затронуло. То есть вот здесь у нас немножечко расшифровано, каким образом, например, принятие этого ПБУ, ФСБУ, извините, затронуло импортеров. То есть мы уже достаточно давно так работали и привыкли к тому, что есть условия инкотермс, по которым переходят виды рисков в международном учете. То есть, например, Эксвекс, наиболее распространенное условие инкотермс, оно соответствует нашему франко-складпоставщика. То есть, когда покупатель берет на себя, принимает все риски и все обязательства после получения товара на складе поставщика. Но в российском законодательстве было, что риски и, соответственно, право собственности переходят на товары после получения на ГТД штампа «Выпуск разрешен». То есть с этого момента переходит право собственности и так далее. Но поскольку ФСБУ-5 ввело новое определение, то есть не с момента получения штампов или еще чего-то, а с момента, когда покупатель получает контроль над товаром, то в этом случае контроль над товаром он получает на складе поставщика. Ну, например, возьмем, что это у нас находится в городе Вена, не так далеко. И, соответственно, в этом случае получается, что предприятие-импортер должно оценить товар дважды. То есть на момент, когда он получил контроль над товаром и после признания, соответственно, уже когда прошла таможенная очистка. причем, ну, чаще всего в этом случае будет достаточно сильно отличаться время, потому что если доставка из Вены может занять один-два дня, то доставка, например, из Китая может занять и полтора-два месяца, смотря чем будет вестись. Ну, соответственно, усложняется проведение оценки в этом случае. Следующее новшество, которое, в принципе, тоже достаточно сильно внесло смятение в умах, если можно так сказать, но на самом деле было очень много вопросов и у бухгалтеров, и не только. Это прослеживаемые товары. То есть это введение с 1 июля в обязательном порядке. Ну, во-первых, в новых бланках документов это изменения в счетах-фактурах, ну, соответственно, и во всех документах сопутствующих. Когда импортируемому товару согласно спискам, то есть по перечню, который был утвержден правительством, вошли туда определенные товары, ну, скорее всего, список этот будет в последующем расширяться, и, скорее всего, туда попадет, ну, большинство товаров. Значит, эти товары при пересечении границы им присваивается регистрационный номер, который потом должен указываться во всех остальных документах, то есть документах, сопровождающих их движение, то есть передачу, например, в продажу, в аренду, ну, то есть в дальнейшее использование. И в этом случае изменение от маркированного товара состоит в том, что в этом случае номер присваивается партии, то есть количественно, количественный учет присутствует, и в дальнейшем прослеживается движение этой партии товаров. Ну, и, соответственно, то, что еще пока может, еще одно новшество, которое пока может применяться в добровольном порядке, это введение еще одного нового ФСБУ 6.2020, которое было принято в прошлом году, 17 сентября, и обязательным будет с 2022 года. Но предприятия могут его применять и досрочно, если, например, к 2022 году, чтобы была возможность переходного периода и, соответственно, уже до настройки программного обеспечения и сопутствующих бизнес-процессов. Ну, собственно говоря, даже эти три новшества, не считая остальных не очень крупных, вызвали много вопросов. На эту тему есть очень интересные вебинары у компании 1С в лектории, ну, и достаточно много материалов по ФСБУ 6.2020 тоже размещено в интернете. Есть и у компании Кодерлайн разъясняющие, так сказать, статьи, так что будем рады, если они вам пригодятся, и вы их посмотрите, почитайте. Теперь что же мы должны сделать, чтобы все-таки у нас получилась 9-месячная отчетность, достаточно корректная и без ошибок. Обычно отчетность за 9 месяцев для компании является как бы такой лакмусовой бумажкой, что если вводились какие-то новые настройки, вводились какие-то новые доработки в программу. И как вот в наших случаях, к сожалению, законодатели не дремали, а активно занимались творчеством, то есть, соответственно, чтобы проверить, что все учтено и все работает корректно. Значит, в этом случае в первую очередь необходимо проверить настройки программы, которые у вас были осуществлены. Поскольку программа рассчитана на то, что при правильных настройках, при запуске закрытия месяца у вас автоматически срабатывают определенные алгоритмы и налоги начисляются автоматически, начать, естественно, следует с того, чтобы проверить, какие настройки у вас были сделаны, возможно, в связи с новшествами, которые были произведены, требуется добавить что-то еще. Ну и, соответственно, проверить, соответствует ли то, что у вас есть в программе настройки, ваша жизненная ситуация, то есть, возможно, изменились какие-то бизнес-процессы, и стоит проверить настройки. Итак, с чего мы обычно начинаем? Где нам найти настройки и что нам с этим сделать? В бухгалтерии у нас настройки вызываются через меню «Главное». На самом деле во все настройки, все функции, которые вот здесь на экране вы видите, можно попасть и другими путями. Но сейчас мы с вами рассмотрим наиболее потребительный и наиболее простой, поскольку здесь собраны, ну, скажем так, основные этапы, которые требуются проверить перед закрытием месяца и для того, чтобы убедиться, что все так, как надо. Значит, мы из меню «Главное» можем перейти либо в организацию, либо в учетную политику сразу и учеты налоги и отчеты. Но хочу обратить внимание, что построено меню здесь не просто так, а достаточно очень хорошо продумано и проработано. То есть с чего стоит начинать? Функциональность программы. Почему именно функциональность? Потому что здесь есть возможность задать, как отображаются, то есть какие функции в вашей программе используются полностью все или, может быть, только какие-то выборочные, если у вас, ну, скажем, ваша специфика вашей работы не затрагивает какие-то другие аспекты. А уже потом переходить к настройкам организации, то есть заполнению карточки организации, и переходить к налогам и учетной политике. Ну, теперь мы с вами перейдем непосредственно в программу и на живую посмотрим, что же там у нас такое есть. Значит, вот наше меню главное, про которое я вам только что говорила, и, соответственно, вот они настройки, вот наша функциональность и дальше настройки по организации. Функциональность. Ну, естественно, сначала настраивается вот то, что я вам говорила, то есть основная, это которая предусмотрена для большинства организаций, которые на общем режиме и так далее, или полная, то есть которая включает все функции, которые предусмотрены у программы. Ну, чисто такая рекомендация, что если предприятие ведет производственный цикл, если вы ведете учет зарплаты в этой конфигурации, то есть не отдельно, не в отдельно стоящей программе, то лучше, естественно, выбирать полную, потому что в этом случае многие функции, которые связаны с начислением зарплаты, с производством и так далее, происходят при полной функциональности программы. Ну, и дальше, что нам следует еще проверить, это именно настройки самой организации. То есть проставить, если у вас несколько юридических лиц, проверить, чтобы вот здесь вот у вас стоял флажок, что учет по нескольким организациям. Ну, в принципе, вот это вот напоминание нужно для тех, кто, допустим, либо недавно установил эту программу, либо работал раньше на базовой версии, которая позволяет вести только одно юрлицо. Но еще раз напоминаю на всякий случай, даже если это для вас уже и не очень актуально. После того, как мы посмотрели вот эти настройки, которые касаются нашей организации, можно переходить дальше. Здесь, собственно говоря, идут основные... задача проверить основные флажки, посмотреть, если что-то из того, что вы выбрали, имеет полный интерфейс, то, соответственно, в меню «Главное» должно быть установлена полная функциональность. После того, как мы прошлись с вами здесь, то есть по функциональности посмотрели карточку организации, вот в карточке организации есть свои прелести. То есть мы можем учетную политику открыть отдельно, можем учет настройку налогов и отчетов тоже открыть отдельно. Но это все можно сделать прямо из карточки самой организации, то есть перейти в эти настройки именно из карточки организации, чтобы не метаться по разным пунктам настроек. То есть, видите, здесь идет и учетная политика у нас здесь, и настройки кассовых, и регистрация в налоговых органах. То есть есть возможность проверить все подряд, чтобы у нас ничего не пропало. Основное, конечно, это учетная политика, но стоит обратить еще внимание на регистрацию в налоговых органах. То есть это информация, которая выводится на титульном листе регламентированной отчетности, то есть когда у нас пишется, в какую налоговую инспекцию представляется отчетность и так далее. Ну и, соответственно, если у организации есть обособленные подразделения, то на это тоже нужно обратить внимание, поскольку должны быть заданы наименования инспекций, в которых стоят на учете ваши обособленные подразделения. Ну и, соответственно, реквизиты для уплаты налогов. Если эти обособленные подразделения находятся в других местностях, в других регионах, то, соответственно, нужно задать платежные реквизиты для перечисления НДФЛ. Ну и если вы там платите что-то еще, региональные какие-то налоги, то, соответственно, и для них тоже. Это вам сэкономит потом достаточно много времени при составлении, во-первых, отчетов, ну, например, там, по НДФЛ, там, по прибыли, ну, смотря что вы платите. И, соответственно, при создании платежных поручений не нужно будет терять время на то, чтобы поднять старые платежки, скопировать, а потом их отредактировать. И так, значит, у нас с вами в карточке организации, еще раз вернусь, мы перешли в нее, посмотрели основные настройки. Хочу обратить внимание вот на что. Значит, кроме того, что здесь мы пишем информацию, есть вот такие вот знаки вопросика синенькие, которые дают подсказку по конкретно этому полю и помогают сориентироваться, для чего это надо. Ну, вот обычно, хотя вроде бы достаточно простой вопрос, но он вызывает много непонимания. То есть, что такое сокращенное наименование, полное наименование, наименование в программе. Я просто для тех, кто знает, извиняюсь за повторение, для тех, кто не знает, хочу немножко конкретизировать. То есть, сокращенное наименование, оно используется, если мы посмотрим по переходу, оно используется в документах. ну, там, когда нам надо из программы сформировать какие-то документы, то используется это наименование. Оно, собственно говоря, фигурирует, начинается с формы, то есть ООО, и потом дальше в кавычках идет наименование. Полное наименование используется в печатных формах документов, в декларациях, ну, в регламентированной отчетности, то есть в печатных формах документов с расшифровкой, то есть не сокращенной ООО, а с полностью расшифрованной аббревиатурой и наименованием. Наименование в программе конфет-пром, это для журнала, то есть если у вас несколько организаций, то в журнале будет отражаться, если мы начнем с ООО, то не будет работать поиск по первым буквам. Вот это касается и номенклатуры, и других справочников, ну, то есть это правило действует во всех справочниках, которые есть в конфигурации. То есть в журнале работает поиск по буквам, по первым буквам. То есть вам не надо выводить конфет-пром достаточно первых, там, двух, трех, максимум четырех букв. Но если у вас стоит сначала наименование форма собственности, то есть ООО и ПЭ и так далее, оно, то, соответственно, для того, чтобы этот поиск сработал, вам нужно будет ввести сначала ООО, потом вспомнить, был пробел или не было, потом вспомнить, были кавычки или не были. Соответственно, в этом случае проще вообще не использовать этот поиск. Хотя функция очень удобная, поэтому я обращаю внимание на такую вещь. Ну, дальше, собственно, все в обычном формате. Если у вас подключен сервис проверка контрагента, то достаточно по ИНН ввести ИНН, остальные сведения про контрагента вам будут поставлены из ЕГРЮ или ЕГРИП. Это на случай, когда вы вводите нового контрагента. Ну, в случае, если у вашей организации изменились, например, какие-то параметры, может быть ИНН, ИНН нет, может КПП другое возникло, ну, разные бывают ситуации, то, соответственно, тоже стоит проверить. Но после того, как мы проверили все вот наши основные параметры, убедились, что у нас здесь все в порядке, проверили, что подписывают у нас подписи именно у действующих сотрудников, что бывает иногда не соответствует. То есть, если, например, у вас изменился директор или главный бухгалтер с правом подписи, а в программе вы это не изменили, то при составлении регламентированной отчетности выводятся те данные, которые у вас внесены вот именно здесь. Если они не соответствуют действительности, то отчетность могут или не принять, или она не пройдет по ТКС. И после этого мы, естественно, если есть обособленные подразделения, то надо внести информацию сюда и переходим, наконец, к учетной политике. Еще раз хочу обратить внимание, тоже достаточно часто встречается такой вопрос. То есть мы задаем учетную политику. Официально по документообороту каждый год, когда заканчивается календарный год, к концам года должен быть приказ об учетной политике на следующий год. То есть, соответственно, приказ, учетная политика, план счетов и так далее. В программе не нужно делать этого. В программе мы вносим новую учетную политику только тогда, то есть, видите, у меня их несколько, вносим тогда, когда у нас что-то изменилось. То есть мы, например, работали на упрощенке, потеряли право на упрощенку, слетели на общий режим. Или, наоборот, работали на общем режиме и решили, что, поскольку мы имеем право перейти на упрощенку, то подали уведомления. Ну, то есть, когда меняются какие-то кардинальные условия хозяйствования, или в случае, вот как у нас в этом году, какие-то новые положения, распоряжения правительства. В учетной политике что мы предусматриваем? В учетной политике, ну, первое, что это, соответственно, способ оценки МПЗ. Есть подсказочка, то есть у нас в настоящий момент осталось в бухгалтерии два метода, по средней и по FIFO. В практике обычно еще может сейчас применяться по цене единицы, но, допустим, LIFO уже давно не применяется. Здесь, опять же, по попросительным знаком есть расшифровка, что это такое и с чем едят такие слова. Способ оценки товаров в рознице, то есть используете вы торговую наценку или не используете. Куда вы списываете затраты? То есть, соответственно, если у вас производство, то это может быть 25 счет, 26, если торговля 44, ну, соответственно, здесь можно задавать те счета, которые в вашем случае могут применяться. И дальше используются ли у вас 20 счет, то есть, если у вас есть производство, то затраты, которые должны быть отнесены на 20 счет, ну, то есть, то, что именно касается выпуска продукции. Ну, например, там аренда станков, электричество для производственного цеха, ну, то есть, соответственно, то, что в вашем случае по бизнес-процессам является. Ну, и проверить, есть ли здесь какие-то изменения, ну, то есть, если вы уже применяете ПБУ 5-19, что обязаны делать, например, или то, что можете, но не обязаны, 6-20-20, обращаю внимание на 57 счет, стоит его проверить, используете ли вы его или нет, потому что в противном случае немножко сложнее работать с банковскими, ну, с денежными документами. И если особенно вы с валютой работаете, то удобнее использовать 57-й счет, проставить здесь флажок. Формируете ли вы резервы? Тоже, если формируете, то нужно проставить флажочек. Еще одно, ну, не совсем уж новшество, но те, кто попали, кому посчастливилось использовать 18-е ПБУ, значит, проверьте, каким образом вы ведете учет, то есть, относительно новый, это балансовый метод, и что он подразумевает, можно посмотреть по вопросику, то есть, соответственно, может быть, вам стоит пересмотреть вашу политику в отношении именно этого ПБУ и проставить новые данные. Ну, и самое основное, конечно, что вы сдаете полную отчетность, то есть, например, бухгалтерский баланс и приложение все шесть форм, или только если для малых предприятий, то вы в этом случае сдаете сам баланс форма 1 и форму 2, то есть, прибыли убытки. После того, как вы просмотрели, еще одна подсказочка, извините, проскочила мимо нее, забыла сказать, если вы сомневаетесь по 18-му ПБУ, то вот здесь есть подсказочка, в чем разница, она помогает сориентироваться, то есть, это официальный сайт, и, соответственно, помогает сориентироваться, что это значит, если вы до того, как сюда попали, не использовали его, то посмотреть, что это может быть, и здесь есть достаточно подробное описание и примеров с конкретными проводками, и, собственно говоря, разные варианты, как будет выглядеть итог при использовании разных вариантов из этого списка. Итак, мы с вами посмотрели учетную политику, пришли к выводу, что здесь все как бы соответствует нашему, нашим, реалиям нашей жизни, и после этого мы можем уже переходить к другим настройкам. нет, нам не нужны изменения, нет, мы не будем здесь ничего менять, но мы вернемся все-таки еще раз в конфетпром, и почему вернемся, вот почему, потому что учетная политика, она, если вы помните, отражает правила бухгалтерского учета, налоговый учет у нас настраивается немножечко в другом разделе, и это вот налоги и отчеты, то есть мы с вами были вот здесь в учетную политику, мы перешли из организации в учетную политику, а теперь если мы хотим именно настройки налоги и отчеты, то нам нужно вот сюда, значит, здесь сразу вы видите подсказочки, то есть это то, что с этого года отменяется декларация по транспортному налогу и то, что когда налоги должны быть уплачены, но если брать по порядку, то естественно первое это система налогообложения, то есть в нашем случае это общее установлено, ну вы соответственно своему бизнес-пространению процессу проставите как и у вас антикризисные меры, которые к сожалению уже немножечко устарели, потому что они касались 2020 года, по 2021 году еще ну как бы таких изменений не было. Есть ссылочка, вот обратите внимание, это информационно-технологическое сопровождение по 1С, ну в основном вопросы, которые возникают часто, если позволяет время, советую почитать. Значит, дальше, налог на прибыль, ну в принципе один из самых сложных налогов, какие настройки у нас здесь могут изменяться, ну соответственно ваша региональная ставка, начисление амортизации, хочу обратить внимание еще раз напомнить, то есть вот эти настройки по налогу на прибыль у нас используются при операции закрытия месяца, то есть то, что мы здесь зададим, то соответственно программа и пересчитает. Поэтому нужно внимательно и вдумчиво здесь все проверить. Перечень прямых расходов не забудьте посмотреть и подкорректировать, потому что в связи с пятым ФСБУ там прошли достаточно сильные изменения, то есть что теперь у нас относится к прямым расходам, это в основном товары, материалы, многое из того, что относилось раньше, теперь у нас входит в состав управленческих расходов и на прямые расходы не может относиться. Номенклатурные группы реализации это то, что у вас по 90-му и 91-му проходит, ну и соответственно ежеквартально вы платите или авансовые платежи, или например если вы ежемесячно отчитываетесь, то ежемесячные платежи делаете. следующий налог это НДС, если вы имеете какие-то льготы или не являетесь налогоплательщиком по НДС, то соответственно должны проставить флажки. Здесь установлено ну как бы по умолчанию вот такие вот флажочки и то, что касается авансовых счетов фактур. налог на имущество еще одна тоже интересная функция, то есть например если предприятие является резидентом особой экономической зоны, соответственно оно имеет льготы. В этом случае здесь нужно обязательно проставить флажки и выбрать код льготы, по которой организация имеет право применять эту льготу. или если у вас есть объекты с особым порядком налогообложения это касается тех где ведется расчет по кадастровой стоимости то соответственно здесь нужно зайти посмотреть и создать записи по тому имуществу которое у вас имеет особый порядок налогообложения. еще раз обращайте внимание на синий текст выделенный то есть это значит либо подсказочка либо переход в диалоговое окно в котором можно создавать конкретные записи которые потом будут участвовать либо в формировании регламентированной отчетности либо при формировании платежек на уплату этих налогов ну то есть облегчают жизнь в дальнейшем при дальнейшем использовании при работе нет мы не будем сейчас изменять снова вернемся в налоги и отчеты потому что у нас там осталось еще несколько непосмотренных функций значит мы с вами остановились на налоги на имущество НДФЛ обратите внимание обязательно то есть если вы не применяете прогрессивную шкалу то здесь не должно стоять флажочка ну и соответственно чаще всего выбирается нарастающим итогом в течение налогового периода это стандартные настройки которые в общем-то применяют большинство пользователей то что касается страховых взносов обращаю внимание ставка взноса несчастное страхование и соответственно если вы уплачиваете какие-то дополнительные взносы или у вас есть какие-то льготы то вы должны здесь проставить свои отметочки и если у вас есть какие-то подразделения которые имеют льготные по каким-либо параметрам имеют льготы то вам нужно обязательно их сюда заполнить нет мы тоже не будем сохранять транспортный налог мы видели с вами при открытии то есть напоминание что здесь теперь не нужно сдавать декларации ну соответственно здесь можно ввести ставки и все остальное и если у вас есть какие-то другие налоги ну например там эгоиз эгоиз лес водный налог земля ну то есть соответственно выбирайте что вам нужно в Росприроднадзор если у вас есть экологические сборы ну то есть охрана окружающей среды и так далее и основная статистика то есть статистика включена вся ее также можно отправлять в большинстве случаев сейчас Росстат принимает и ну то есть принимает разные формы и можно из 1С 1С отчетность есть такой дополнительный сервис когда не надо отдельно через какие-то через каких-то провайдеров отправлять можно напрямую из 1С это достаточно удобно хотя и немного непривычно функции абсолютно такие же то есть вы видите статус в этом случае который есть у вашей отчетности например в работе принято налоговой и можете вести прямо из программы переписку очень удобно когда вы формируете например оборотно-сальдовую ведомость и прямо из программы отправляете ее в налоговую инспекцию если это необходимо то есть не надо дополнительно открывать электронную почту туда файлик потом из электронной почты отправлять еще куда-то здесь есть ну практически все формы которые сейчас статистика использует то есть вы проставляете то что касается конкретно вас и в дальнейшем уже так же как и обычную отчетность типа НДС там прибыли баланса формируете уже именно здесь так это мы сейчас уберем это мы сейчас тоже нет не уберем еще здесь посмотрим значит после того как вы посмотрели все настройки которые касаются именно именно так 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 вот то есть которые касаются налогов и отчетов и отчетной и учетной политики в принципе после этого можно переходить уже именно к работе с закрытием месяца закрытие месяца это помощник который проводит вас планово по ну то есть чтобы вы не пропустили никаких операций чтобы вы сделали все что необходимо в нужном порядке но естественно как и любой помощник он так сказать ведет вас за руку но вы можете ручку вырвать и сделать все самостоятельно минуя этот помощник но это будет и более трудоемко и требует естественно больших ну во-первых прав в программе во-вторых больших знаний и больше ответственности потому что то что вы сделали самостоятельно вы должны понимать и потом уже ну хотя бы себе внятно объяснить для чего вы это сделали для чего вы ушли с асфальтированной дорожки на газон итак закрытие месяца у нас с вами относится к операциям то есть к тому что не имеет какой-то жесткой формы документа и вот оно у нас закрытие периода закрытие периода вот разделено так сказать на непосредственно закрытие месяца и уже формирование справок расчетов и каких-то регламентных операций которые можно посмотреть по отдельности но я сначала хочу заострить ваше внимание на регламентных операциях по НДСу ну то есть НДС это достаточно сложный налог вызывает особенно сейчас очень много вопросов что мы здесь можем сделать то есть мы можем создать в регламентных операциях вот такие вот конкретные операции ну например списание НДС что такое списание НДС это если у вас по каким-то документам НДС вы не можете принять к зачету то есть соответственно не можете списать его в состав принимаемых затрат и вынуждены списать ну чаще всего это на 91 счет то есть вы списываете его на 91 счет как непринимаемые расходы ну или если у вас есть какие-то исключительные операции которые здесь перечислены и второй момент на чем хочется обратить остановить ваше внимание это формирование записи книги покупок и книги продаж то есть если вы применяете упрощенку то соответственно операции в такой операции которые мы вводим как ручные операции или вот через этот режим не войдут в книгу покупок и книгу продаж то есть формирование записи книги покупок и книги продаж в нашем случае вот из этого раздела это возможность записать напрямую то есть сделать аналог того что мы ручками в книгу продаж записали какую-то операцию то есть при перепроведении при каких-то других регламентных действиях эта запись будет сохраняться она не будет учитываться ни в каких ну то есть не будет подвергаться изменениям то есть это как ручная надпись на заборе сделал и в случае чего только вместе с забором унести ну или отменить естественно эту операцию то есть здесь мы делаем записи которые должны войти в книгу покупок и книгу продаж но так сказать в принудительном порядке не в добровольном итак значит это мы хитрое место посмотрели теперь операции значит что представляет собой само закрытие места ну я думаю что это большинству из вас уже знакома то есть это разделение на несколько вот таких вот сегментов ну сначала мы естественно выбираем месяц за который мы хотим это произвести обращаю внимание что вот здесь вот мы можем выбрать месяц или выбрать период какой мы хотим и дальше то есть мы запускаем этого помощника кнопочкой выполнить закрытие месяца но на что стоит обратить внимание это вот на перепроведение документов многие к сожалению относятся к этому достаточно легкомысленно то есть ну потом сделаю потому что обычно оно занимает некоторое время и если много операций много документов то может достаточно продолжить на время но на самом деле вот это основной как бы так сказать то есть это как шина автомобиля если шин у вас нету вы далеко не уедете так же и здесь то есть перепроведение документов позволяет восстановить ссылочную целостность позволяет восстановить последовательность документов ну и вот в нашем варианте здесь предусмотрено несколько возможностей то есть перепровести период перепровести только конкретный месяц или ставим перепроведение не требуется если например хочется получить какой-то предварительный результат понимая что потом еще будут вноситься задним числом какие-то документы после того как мы вот это проверили убедились что здесь у нас именно все так как надо можно запускать выполнение закрытия месяца но кроме того что оно автоматически перепроведет вот в такой последовательности именно документы видите здесь обозначено именно порядок перепроведения мы можем выбрать совершенно конкретно одну какую-то функцию и либо выполнить эту операцию либо ну например бывают две ситуации когда там что-то настолько накосячено что понятно что не закроется мы можем просто пропустить операцию или если в нашем случае эти счета не используются но я не хочу менять первоначальные настройки которые у меня заданы в этом случае я тоже могу выбрать и пропустить операцию ну вот касательно 44 счета ну то есть я знаю что у меня как бы есть торговля я поставила по умолчанию что торговая деятельность но в этом месяце не продала там ни одного гвоздика ни одной ржавенькой плосочки поэтому я спокойно пропускаю операцию бо знаю что у меня 44 единственно чист ну и соответственно дальше вот у нас идет расчет налога на прибыль то есть он рассчитывается именно здесь здесь же проводится закрытие ПБУ то что это 0,9 77 седьмой счета то есть закрытие месяца выполняет и движение по вот этим счетам ну и соответственно после того как у меня все вот это сделано ну к сожалению я не могу сейчас ее запустить потому что она съест оставшееся время нашего нашей встречи но меняется цвет надписи то есть месяц проведен и вот оно счастье немножко неудобно по сравнению с другими конфигурациями то что здесь не дается сразу если где-то какие-то ошибки то есть он не будет проведен у вас будет подсвечена операция которая не проведена но дальше вы будете искать сами откуда пошла ошибка например в ERP ну более удобное закрытие месяца потому что оно сразу пишет какие ошибки и можно прямо оттуда каскадом перейти в нужный документ который содержит ошибку там все поправить но это немножко бухгалтерия немножко более специфичная программа она рассчитана на ну конкретно если говорить честно на бухгалтеров и предполагается что бухгалтера должны по цвету понюху и так далее определять на раз два три где могут быть ошибки плюс вот этого режима в том что здесь мы можем получить достаточно много справок и отчетов об операциях то есть отдельный шаг и мы с вами получаем вот такой вот отчет что у нас что у нас было не выполнено и что нам следует повторить или переделать ну видите в моем случае это перепроведение документов потому что естественно я его не делала и в демонстрационной базе оно ни к чему на самом деле и интересные отчеты которые у нас вот в справках расчетах сейчас посмотрю может у меня все-таки есть что-нибудь перепроведенное чтобы показать поподробнее ну там в основном идет расшифровка по налогу на прибыль то есть доход расход что принято что не принято но поскольку справок достаточно много то это позволяет сформировать печатную так сказать в печатном формате например для аудиторов для банков ну в случае каких-то проверок то есть этими справками очень удобно пользоваться отдельно выведена операция справки расчеты это то что собрано и по бухгалтерскому и по налоговому учету и то есть здесь выбраны основные наиболее употребимые но вы можете открыть все отчеты и добавить что-то если вам нужны какие-то специфические отчеты вот ну соответственно бухгалтерский налоговый учет это расчетные величины ну и если конкретный налог нас интересует то вот можно посмотреть расчет земельного налога налога на имущество и опять же налогу на прибыль посмотреть ну как самый проблемный вариант и можно задать другие настройки если это нужно для выведения формы ну к сожалению я только вот такой вот в таком виде могу эту справку посмотреть то есть что туда будет входить если у меня будут операции по этому периоду и по этому разделу на что еще хочется обратить внимание что соответственно здесь идут все расчеты которые все справки по расчетам которые у нас войдут в декларации ну либо в декларации либо в другой официальный учет на зависимости от того что это были аналоги и теперь после того как мы с вами сделали закрытие месяца то есть если у нас первоначальные настройки все выполнены то есть если мы с вами и в учетной политике и еще раз вернусь то есть если мы с вами все прошли функциональность правильная в организации все данные заполнены налоги и отчеты установлены то есть вот то что мы с вами уже просматривали и учетная политика соответствует нашим реалиям то вот в этом случае у нас уже конкретные операции в виде закрытия месяца сработают автоматом и заполнят нам автоматически все расчетные налоги которые имеются то есть нам не надо как раньше было сдавать декларацию по налогу на имущество и к ней сдавать лист расчета что мы берем это плюс это что берем половина от остатка на начало плюс это плюс это плюс половина остатка на конец периода это все выполняет программа то же самое с налогом на прибыль ну и с НДС естественно обращаю внимание что по НДС у нас есть отдельный разделчик то есть отражение начисления НДС и отражение НДС к вычету то есть если например у вас были авансы ну были какие-то еще дополнительные документы по которым вы можете НДС принять к вычету то не забудьте вот про этот раздел что сюда нужно зайти и посмотреть что можно сделать УСН то есть соответственно то что мы с вами уже смотрели только из другого места то есть когда требуется создать запись в книгу доходов и в книгу расходов то есть по умолчанию книга доходов и книга расходов в бухгалтерии формируется автоматически на основании настроек и документов которые у нас есть если необходима ручную запись то это здесь ну здесь это можно войти отдельно вот из этого меню то есть из меню операции записи книг доходов и расходов можно соответственно войти через документ как мы с вами смотрели перед этим по ИП допустим если требуется отразить уплату фиксированных взносов то есть пенсионных и обязательно медицинское страхование и если у вас изменяется система налогообложения то есть вы с общего режима переходите на упрощенку то соответственно есть еще один помощник такой же как закрытие месяца но только для того чтобы не забыть что требуется изменить по переходу на упрощенку вот оно у нас напоминание что надо сделать до того как что в момент ну чтобы попасть именно туда куда мы хотели а не в какой-нибудь яму из которой потом сложно выпутываться так и наконец мы с вами можем перейти к регламентированным отчетам то есть можно сделать это через меню отчеты можно сделать и по другому то есть через меню операции там и закрытие месяца ну то есть в каждое место куда мы хотим попасть можно попасть в любой конфигурации как минимум двумя путями обычно и больше тремя четырьмя и так далее значит отчетность регламентирована у нас выделена в отдельный блок 1С отчетность анализ учета это проверки очень удобный экспресс проверка удобная почему потому что она отражает не только бухгалтерские ну так сказать проводки операции документы она отображает возможности так сейчас мы зададим ну пусть будет шестой год пусть будет один месяц выполнить проверку то есть она отображает и ошибки в установке учетной политики и в нумерации документов и в превышении кассовых лимитов что в принципе бывает очень актуально ну и соответственно дополнительно какие-то дают рекомендации что можно сделать и попутно кроме этого через отчеты ну вот все вот эти отчеты которые здесь перечислены мы можем перейти в них напрямую из каждого конкретного режима то есть если мы находимся например в отчетности то мы можем перейти туда конкретно регламентированная отчетность она в принципе достаточно стандартная стабильная здесь нет ничего особо нового по сравнению с предыдущими версиями то есть она на основании настроек функционирует так как любой другой предыдущей конфигурации то есть по кнопочке создать мы можем выбрать что конкретно нам нужно сделать очень удобная функция это личные кабинеты личные кабинеты и в этом случае через личный кабинет мы можем задать настройки для работы напрямую со всеми фискальными органами то есть и бюджетными и внебюджетными и в этом случае есть возможность напрямую например просматривать как идет прохождение больничного листка особенно если вы пилотный регион ну то есть приемы отчетности и так далее очень удобные функции и на них стоит обратить внимание соответственно можно вести точно так же если вы зарегистрированы переписку ну и соответственно все что вас тут интересуют дополнительно и основная отчетность которая в общем-то которая используется у нас есть здесь вот эти личные кабинеты то есть то что мы с вами видели на верхней панели которая была меню можно здесь перейти вот в таком формате ну и обычная регламентированная отчетность после того как мы выполнили настройки и корректно завершили закрытие месяца формируется соответственно либо напрямую здесь либо если вы в какой-то другой программе делали например зарплату ведете в другой программе то можно сюда загрузить отчеты по зарплатным налогам и отсюда уже их выгружать ну то есть передавать во внебюджетные фонды или налоговую то есть куда мы выбираем ту отчетность которая нас интересует если здесь какого-то чего-то нету то мы можем на закладочке все выбрать отчетность ту которая нас интересует и переместить ее вот на эту закладочку то есть чтобы здесь не болтались никому не нужные отчеты которые мы либо уже не сдаем либо никогда не обязаны сдавать ну то есть здесь уже так сказать экстракт из того что нам необходимо на каждый период отчетности ну собственно говоря вот на этом пожалуй все что можно сказать по поводу отчетности на самом деле еще раз хочу обратить ваше внимание что есть такое дополнение дополнительный сервис по использованию 1С отчетности когда отчетность сдается напрямую из программы 1С на сайт получателя и в этом случае мы вот тут по состоянию можем отслеживать то есть если у меня этот сервис не используется то здесь я ручками буду проставлять ну то есть выбираю какой статус если я использую этот сервис то у меня будет соответственно меняться автоматически при обмене ну что ж на этом наша встреча с вами подошла к концу хочу напомнить вам что компания Кодерлайн вела этот вебинар наши контакты вы можете увидеть вот здесь или перейти по ссылке на наш сайт либо использовать телефоны то есть любым доступным и удобным для вас способом присылайте ваши ответы мы сможем более скажем так конкретно применительно к вашей ситуации ответить на ваши вопросы и плюс к этому в этом случае у нас будет нерегламентированное время то есть мы сможем более внимательно разобраться в вашей ситуации дать вам уже соответственно более предметный ответ также мы будем очень рады приветствовать вас в числе наших клиентов с удовольствием поможем вам с настройкой программы с выполнением дополнительных доработок ну и с любыми другими вопросами которые касаются 1С вокруг него и около ну естественно и с разными конфигурациями разрешите поблагодарить вас за внимание за уделенное нам время мы прощаемся с вами надеемся что наша встреча оказалась вам полезным и надеемся что у вас возникнут вопросы и какие-то потребности которые мы сможем вам обеспечить разрешите еще раз поблагодарить вас всего доброго до свидания до свидания